Всем привет, с вами я, Олег Штайн. Добро пожаловать ко мне на канал. Сегодня вы попали на рубрику «Обозрим». И на обзоре у нас будет виниловое издание дебютного альбома группы Linkin Park Hybrid Theory. Думаю, этот альбом не нуждается в представлении, но все же несколько фактов о нем я расскажу. Гибридная теория была выпущена 24 октября в 2020 году под лейблом Warner Bros. Название для альбома было взято из предыдущего названия группы. За первую неделю продаж в США было продано 50 тысяч копий альбома, а уже в 2001 году также в США было продано почти 5 миллионов копий альбома, что сделало гибридную теорию самым продаваемым альбомом года в этой стране. На 44-й церемонии вручения премии Грэмми в 2002 году Linkin Park выиграла номинацию «Лучшее хард-рок исполнение» за свою песню «Crowling». Четыре песни из этого альбома были выпущены в качестве синглов и также были сняты 4 видеоклипа. На песне «One Step Closer», «Paper Card», «Crowling». И одна из визитных карточек группы «In The End». Теперь после предыстории посмотрим на физическое издание альбома на виниле. У меня в коллекции находится европейское переиздание 2014 года, изготовленное на Optimal Media в Германии. Упаковка имеет форму gatefold. Покрытие матовое. Качество упаковки хорошее. Изображение обложки более-менее четко. На обратной стороне представлена стандартная информация. Это трек-лист, информация об издании и фотография с участниками группы. Вид торца. На развороте с левой стороны представлена фотография и информация об участниках записи этого альбома. На правой стороне изображено граффити «Солдата», который представлен на обложке альбома. Ну, без крыльев стрекозы. В правом рукаве находится листовка с текстами песен. И конверт с винилом. Как часто бывает от Optimal Media, антистатического пакета в комплекте не было. Вот перед вашими глазами черный винил. Качество его хорошее. Вид яблока первой стороны и второй. Что касается звука, мне как меломану все вполне устроило. Что не сказать по отзывам на дискоксе, но укаживая свой слух и свое мнение. Что касается самого издания, оно мне понравилось. Однозначно рекомендую его к приобретению. Но если у вас есть возможность приобрести первый пресс, то покупайте, конечно, его. А на сегодня все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пишите в комментариях ваши впечатления от этого альбома. Всем спасибо и до скорой встречи. Субтитры сделал DimaTorzok